А здрасте! Друзья, всем привет! У нас сегодня на обзоре гонка, которая у нас прошла в Канаде. И как вы видите, она опять оказалась дождевой. Прогноз погоды не радовал нас в последнее время. Много дождей. И это, в общем-то, портило все малину. Но забегая заранее, скажу, что гонка получилась очень интересной, поэтому советую вам посмотреть ее полностью. А для тех, кто не смотрел и не хочет этого делать, то, в общем-то, переходим. Сначала свободные заезды. Свободные заезды у нас начало. Первых свободных заездов тоже было в легкий дождик. Не в ливень, как в гонке ожидается, а именно в легкий дождик. По крайней мере, это уже была хоть какая-то вода на трассе. И первое, что мы решили сделать, это поехать тренировку стратегии гонки, гоночного темпа и так далее. Тут не очень все хорошо получалось у нас, и проблема в основном была в настройках. Настройки-то у меня были на сухую Канаду. Соответственно, мы ринулись в мастерскую Стима, искали там настройки. Долго все это довольно-таки проходило. Я на самом деле думал, что так как круг в Канаде довольно короткий, посуху проходится за минуту 10 примерно. Ну, может быть, чуть больше. То мы по-быстренькому отстреляемся, заквалимся и в течение часа уложимся, в общем-то, на все практики и квалификацию. Но нет, в общем-то, мы потратили некоторое время на поиск дождевых настроек. А с учетом того, что дождь шел недолго, минут 10-15, наверное, где-то, в первых свободных заездах, то приходилось эту сессию перезапускать несколько раз. Ну и, в общем-то, вроде как настройки мы подобрали, хотя они все равно не очень хорошо меня устраивали. Далее мы по суху на дождевых настройках закончили все тренировочные программы. Кроме квалификационного темпа на фиолетовый не удалось выполнить. И по итогам свободных заездов, по итогам третьих свободных заездов, я занимал первую строчку в протоколе. Я привез Леклеру 4 десятых, и это при том, что я не мог выполнить тренировочную программу на квалификацию. Я не знаю, как это работает, но ладно. Далее квалификация. Первая попытка в первом сегменте оказалась вполне успешной. На шестую позицию мы приехали, и на вторую попытку решили не ехать, сэкономить комплект резины. В итоге меня там еще пододвинули на седьмое место, но итогово с седьмого места мы выходим. И это вполне себе неплохо. Напарник только наш, как обычно, обосрался. Ну да ничего страшного, мы тут в первый сезон прям точно в одиночку катаемся. Второй сегмент. Первая попытка на старых шинах приводит нас на пятнадцатую позицию, с которой меня потом еще и пододвинули. И под занавес, разумеется, едем в последнюю попытку с хорошим улучшением на свежем комплекте. И без проблем заезжаем на восьмую позицию, и соответственно выходим еще и в третий сегмент. Так как у нас гонка обещала быть дождевой, то правила шин опять-таки не работают. В смысле на чем выходишь из второго сегмента, на том и стартуешь. И мы соответственно хотели пушить и хотели как можно выше занять позицию. Ну а в третьем сегменте мы уже поехали на две попытки и обе на свежих комплектах. Хотя во второй тоже было улучшение. Первую попытку мы на девятую строчку заехали. Рик ярда был только позади нас. Ну а после второй попытки с улучшением мы заезжаем на свою заслуженную седьмую позицию. И соответственно стартовать мы будем с седьмого места. И единственный конечно косяк это сраный дождик. Вообще перед гонкой я довольно таки много тренировался. И были неплохие перспективы даже на гонку. Единственным косяком были старты. У меня не получалось стартануть. Настройки которые мы поставили на дождевую гонку, дождевые настройки, они работали. Машина была реально быстра на этих настройках. За исключением конечно того, что она дико жрала шины. Ну чтобы хорошо толкаться с места на выходе из поворотов, особенно на выходе из шпильки, где мы планировали много времени отыгрывать. Я имею ввиду 10 поворот. Там был дичайший расход по шинам. Да, дифференциал 70 давал о себе знать. Но так как изношенные шины в просадке особо по темпу не давали. Единственная проблема это то, что они могли жахнуть в любой момент. Ну не в любой момент, а когда износ заходит за 70%. То в общем-то было решено оставить именно эти настройки. В турнирной таблице у нас Валтери Боттос лидирует до сих пор. Одно очко у него отрыва. За ними следом идет Леклер с гигантским отрывом. Так что, как и в реальной жизни, мы с вами здесь наблюдаем борьбу за чемпионство только лишь в лице Мерседесов. И то здесь есть борьба за чемпионство, а в реальной жизни, увы, ее нету. Так что вот такая вот у нас ситуация в чемпионате. А мы переходим к стартовой решетке. На первом месте у нас Льюис Хэмилтон, на втором Шар Леклер. Фетель квалифицировался вторым, но получил пять позиций штрафа и откатывается на седьмое место. Третий у нас Ферстаппин, четвертый Албан, пятый Валера Боттос. Мы пододвигаемся на шестую позицию, Фетель седьмой. И соответственно дальше, наверное, все это уже не очень интересно. Поскольку наш план на гонку каким-то чудо образом. Хорошо стартануть и удержать нашу позицию. Ах да, я ж не сказал о самом главном косяке дождевых гонок. Это видимость. Видимость, которая отсутствует. Перед идущие машины создают охренеть какой спрей. И в ливень не видно перед собой вообще ни черта. Ах да, я чего еще не сказал. Перед этой гонкой мы поставили уже третий двигатель. Потому что дошел до 50% наш прошлый. Гонка в Канаде обычно требует двигатель. Но вообще в дождь такой потребности как бы и не было. Наверное, правильным решением было бы оставить старый. То есть по мощности мы бы практически ничего не потеряли бы. Хотя, как знать, как знать. Также по стратегии у нас один питстоп. Несмотря на дичайший расход шин. Будем пробовать доехать с одним питстопом. И еще я решил слить все топливо. Потому что в дождь можно ехать на необогащенке. Мы все равно не боремся за первые позиции. Стартуем довольно-таки высоко. Наша задача просто удержать позицию, на которой мы стартуем. Жалко, что нельзя было слить еще больше топлива. А у нас тем самым старт гонки. И знаете что? Мне относительно даже получается. По сравнению с моими всеми попытками тренировочными. Мне удалось как-то более-менее стартануть. Правда, все равно вперед меня промчались Перес и Фетель. Это неудивительно. И борьба с Астролом у нас возникла еще в первом повороте. Точнее в первом и втором повороте. Мы с ним ехали бок о бок. И уже в третий поворот я заезжал. Немножко даже срезая по внутренней траектории. Там небольшой контактик у нас произошел с ним. Но в итоге эту позицию я отстоял. Мы выходим на восьмое место. И как бы неплохо было бы еще пройти Переса перед собой. Только вот Фетель вряд ли ренится его атаковать. Перес на самом деле вообще красавчик. Стартанул, обогнал Фетеля. Залетел в первом повороте внутрь. Строл тоже неплохо в принципе прошел. Только со Стролом мы уже потом борт в борт шли. Ну и может быть не очень честно конечно. Хотя у меня там место тоже особо сильно не старался оставить. Но еще раз повторюсь. Самый большой косяк это была конечно же видимость. Далее мы перемещаемся с вами на третий круг. И получалась такая ситуация что. А мы то держимся. За три круга от нас отъехать далеко не смогли. И на старт финиш на прямой я попробовал атаковать Фетеля. Да вспоминается старая борьба которая у нас с ним была в Китае. Там тоже на старте получается он стартовал из жопы. Но за счет того что он там держался в трафике. Мы сумели вернуть себе позицию после того как он нас прошел на старте. Короче некоторое дежавю такое произошло. Но в любом случае мы обошли Фетеля. Следующим нашим соперником был Серхио Перес. Который ехал на шестой позиции и захотелось побороться за эту самую шестую позицию. Тем более что мы держались в его темпе. Правда довольно таки долго он нас катал за собой. А пока мы пытались к нему приблизиться. Каким то чудом даже удалось поставить лучший круг гонки. Это говорило о том что в тот момент я был самым быстрым на трассе. И это круто. Проблема была только в том что если ты к кому то быстро подъезжаешь. Близко точнее. То ты перестаешь видеть все что вокруг происходит. Потому что сраный спрей. Но на седьмом круге еще не доехав даже за старт финишной прямой. Перес стеной чемпионов разогнавшись по полной. Благодаря слепстриму обгонной кнопки обогащенки. Удалось пройти Переса. Хотя пришлось там немножко срезать вот эту вот шикану. Но я думаю что ничего в этом особо страшного то и нет. Мы обходим Переса. Выходим в чистый воздух. Перед нами прекрасная видимость. А в двух секундах перед нами едет Рэдбул Албана. Интересно сможем ли мы его догнать. С учетом того что в шинах было уже больше 15% износа. На тринадцатом круге кстати уже было 27% износа. И довольно таки долго Албан катал нас за собой. Пока что-то не стрельнуло в моей голове. И я не решил что блин надо нестись за Албаном. На семнадцатом круге мне даже удалось поставить очередной лучший круг гонки. Но опять таки приближаясь к Албану. Видите что становится нихрена не видно. На восемнадцатом круге уже было 37% износа шин. Это охренеть сколько. А еще на восемнадцатом круге кстати сошел Ланда Норрис. Минус один Макларен который может заработать очки. На двадцатом же круге я решил еще раз выстрелить. Подобрался к нему довольно таки близко. И готовил очередную атаку. Вообще самым атакующим самым обгонным местом была именно первая прямая. Которая вот перед шиканой. Как-то не знаю. Но Албан здесь довольно таки жестко крылся. Ехал прямо посреди дороги. И поэтому провести атаку никак толком то и не получалось. Была попытка еще заехать после старт-финишной прямой вовнутрь к нему. Но нет. Там ничего не удавалось. А в шинах между тем было уже 53% износа. А ехать нам еще 14 кругов. То есть чуть меньше чем мы проехали. Кошмар. На двадцатом круге я в очередной раз к нему приблизился. И после шиканы около стены чемпионов я был к нему прям вплотную. И опять таки выжатые кнопочки. Первый поворот пытаюсь влететь вовнутрь. И у нас ничего не получается. Во второй поворот мы едем колесо в колесо. Довольно таки жесткая и интересная борьба происходит. Но каким-то образом заводская хонда. Которая стоит у товарища доктора Албана. Проигрывает что ли дрэк заезд получается. Но в общем то обгон проходит. И на самом деле если так подумать. Кроме того что мы впервые боремся за пятую позицию. Мы обошли Рэдбул в чистой борьбе на трассе. Да в Баку уже была попытка их догнать. Но это была попытка их догнать. А тут мы прям долго за ним ехали. И в итоге приехали. Обходим Албана в борьбе на трассе. Классно пятая позиция. У нас правда изношенные шины. Впереди Мерседес. Которые улетают нахрен в стратосферу просто от нас. Уже 10 секунд. А на 29 круге было уже и 13. Теперь главное дотерпеть до финиша. И это будет самый лучший результат в нашем сезоне и вообще в нашей карьере. На 35 круге мы провели свой питстоп. Самой большой проблемой было не попасть в трафик. И в общем то нам повезло. Выехали прямо после строла. Впереди нас были Феттель и Перес. Но они на следующем же круге тоже поехали на свои питстопы. Феттель там сходу поставил лучший круг. В принципе свежие шины. Сейчас все начнут штамповать круги. Вон Леклер ставит лучший круг. Хэмилтон в 13 секундах впереди. Албан далеко позади в принципе. И появляется мысль не попробовать ли нам догнать Хэма. На этом же круге я опять таки ставлю лучший круг. Но сейчас машины баки будут пустить. Как я говорил шины не сильно влияют на темп. Там сейчас все начнут штамповать круги. Далее 52 круг. Не знаю какой смысл показывать. В принципе 10 секунд до Хэмилтона. То есть за 15 кругов мы отыграли 4 секунды. И это не то чтобы прям круто. Далее 60 круг. До Хэма 7 секунд. На 56 круге мы поставили лучший круг. На 58 еще его улучшили. Мы летим. Но руки начинают уже опускаться. Потому что может быть мы сможем догнать Хэма. Надо почти секунду с круга отыгрывать. Но догнать и обогнать это вообще разные вещи. А в шинах уже больше 50% износа. Переходим на 62-63 круги. 4 секунды до Хэма мы уже на самом деле думали и ехать под конец на пяты. За лучшим кругом еще там поставить свежий комплект. Лучший круг поставить. Потому что от Албана уехали на 30 секунд. Но впереди мы видим, что вся колонна от лидера от Леклера уперлась в трафик. И из-за этого мы собственно и начали догонять Хэма. Там было очень много трафика, который и нам мешал и всем мешал. Но случается чудо. Льюис сходит с дистанции. Паркуется он слева после второго поворота. И мы отыгрываем позицию 5 секунд до Ботаса впереди. А это между прочим подиум. И ну на самом деле надо хотя бы попытаться. Хотя бы просто попытаться. Хотя шансов его пройти у нас практически нет. Коронная фраза инженера Дениса сменилась с терпи на гони. Все-таки мы не каждый день боремся за подиумы. И на 66 круге я уже оказался вплотную к Ботасу. Но что-то мне вдруг захотелось его убить. Точнее я сам убился. И его убил. Пришлось воспользоваться флэшбэком. Просто я к тому моменту уже успел отвыкнуть от того, что видимость херовая. Потому что все это время мы ехали в чистом воздухе. И более-менее было впереди что-то видно. А тут вот хренушки. Ну в общем-то после флэшбэка от Ботаса мы не отстали я бы сказал. Да, в течение всего круга он был быстрее. Но напрямых тягаться против нашей Хонды никакого у него смысла не было. И после старт-финишной прямой на 68 круге. Может быть не очень честно. Хотя в чате и в комментариях там везде поддерживали, что на войне все средства хороши и все такое прочее. Нам очень сильно хотелось на подиум. Ну да, задавил я его трохи. Ну короче мы проходим Ботаса. И впереди в зоне видимости у нас Ферстаппен. А также Леклер. А также 70% в шинах. Уже даже оранжевым горит вот эта вот иконочка справа. Хотя позицию и Ботасу тоже проигрывать катастрофически нельзя. Потому что, мать его, это подиум. Стапка я конечно пытался пройти. И были попытки. Но постоянно вот в этой вот шикане я срезал дико получал. Три секунды каждый раз за это. По-моему два раза я это сделал. Короче до второго места мы с вами не дотянулись вообще. Никак просто не получилось. Может быть кругов не хватило. Может быть еще что-то. Но в любом случае, друзья, это подиум. Причем подиум в гонке, в которой вообще не ожидалось какое-то высокого места. Очень тяжелая гонка была. Потому что под конец надо было думать все время башкой. Напрямую включать обогащенку. ЕРС. Как бы его вроде хватало. Топлива тоже хватало все время. Но я не настолько крут, чтобы держать в голове. И постоянно на каждом круге эти все кнопки клацать. Леклер у нас выигрывает гонку. Ферстаппен второй. Хэмилтон теряет дохренища очков. Из-за своего схода Ботас вырывается вперед. Подиум. Подиум и это круто. И пилот дня, кстати, да. Довольно-таки скромно товарищ, которого мы создали, велся на подиуме. Не показывали даже, как он шампанским поливался. Возмущались. Но это так. Это все на публику. Но вообще эти моменты, они... Первый подиум в карьере, он незабываемый. Мы его будем помнить долго. Это прям 100%. Такая вот случайность у нас получилась. Да, вот боялись мы дождя. Испортил он настроение нам, когда мы узнали о том, что будет дождь. А получилось так, что дождь сыграл нам на руку. Потому что по суху я сомневаюсь, что мы могли бы бороться за подиум. Ну и да, в душе, конечно же, наше празднование на подиуме выглядело именно вот так. А не то, как нам показали это в игре. Тихий скромный парень. Да-да-да. В итоге у нас 16 очков за этап. 15 за третье место и одно за лучший круг. Это больше, чем у нас было. До этого вообще в чемпионате мы отыграли вот так вот прям много. Ализи в двух кругах от нас. Вильямсы в двух кругах от нас. Хэмилтон, Норрис сошли. Макларены тоже в очки не заехали. В частности, Сайнц. Что для нас хорошо, потому что наши прямые, в общем-то, соперники. Три очка зарабатывают реношники. Что тоже хорошо для нас, потому что это наши прямые соперники. Сейчас в Кубке Конструкторов и на трассе, в принципе. Короче, вот такая вот удачная гонка у нас прошла. Неблагоприятным исходом этой гонки стало только то, что, видимо, до хрена мне воды затекло в кокпит. Промокли ноги. Короче, я немножко заболел. Я уже три дня пытаюсь записать этот обзор, но меня постоянно рубят. Поэтому, в общем-то, три дня, может быть, где-то даже какие-то скачки в моем голосе будут явно слышны. Хотя постараюсь, чтобы этого не было. Впереди, друзья, у нас Гран-при Франции. Не знаю, когда он будет. Собирались мы в пятницу уже провести квалификацию, но, опять-таки, из-за моей болезни она немножко переносится. На когда хрен его знает, вообще без понятия, будем, в общем-то, стараться. Стараться поправляться и с новыми силами ходить в бой. Францию я не очень люблю. У меня, простите, друзья, сейчас нет абсолютно никаких сил и желания записать вам круг по Франции, который я всегда в конце обзоров ставлю. Ну, простите. Но если вкратце, то эта трасса просто мечта-эпилептика. Я ее знаю довольно-таки плохо. Единственное, там гигантские зоны безопасности, и там довольно тяжело убиться на ней. В любом случае, что-то да будет. Впереди еще много классных этапов. Еще поборемся мы и за очки, и за подиумы тоже еще борьба будет. Так что, кто хочет продолжения, не забывайте подписаться на канал, нажать колокольчик, и чтобы быть в курсе всего происходящего. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте еще про лосики. Пишите ваши комментарии по поводу того, что вот вы сегодня увидели или в гонке. Я вообще советую ее посмотреть полностью, потому что она реально получилась очень эмоциональной. Всем, в общем-то, огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!